Всем огромный привет. На самом деле мы сейчас едем с Денисом в Мегу. Денисом, здравося. Да, нам нужно купить коробки. А дети остались дома, потому что у нас Артемка что-то приболел сегодня ночью, кашлял, сопел. Так он болеет? Ну, он всегда так, да, на пару дней. Но я искренне надеюсь, что и в этот раз будет точно так же, потому что каникулы, а он заболел. Что-то так обидно. Вот, ну, мама недавно со своей родной сестрой ездили на, как называется-то, музей восковых фигур у нас в Новосибирске. Я была там, когда была, наверное, вареного возраста. Было безумно круто. И сейчас я посмотрела фотки у мамы. И знаете что? Фигуры стали намного реалистичнее, естественно, за 20 лет. Я хочу сводить туда детей. Напишите, если кто там... Нет, ну там круто. Мне кажется, детям понравится. Не, никогда не. Ну, мы без тебя, значит, поедем. Мы без тебя, значит, поедем. Напишите вообще, кто был у нас в Новосибирске в музее восковых фигур. Понравилось вам или нет? Вот. И возраст детей напишите. Мне кажется, что детям должно зайти. Ну, нашему Артемке точно зайдет, 100%. Вот. Поэтому пробка дурацкая. Меня бесит эта... Комсомоль... Улица Комсомольская, да? Северо-Чемской. Северо-Чемской. Вот вообще движение дебильное просто. Ладно. Мы едем. Все вам дальше покажу. Покупали перчатки две недели назад. Они теперь заявляют, что мы их украли. Спортмастере. Давайте быстрее. Нет, это ужас какой-то. Камеры смотреть не хотят. А ты камеры вам... Зачем вам камеры тогда? Мужчина! Зачем вам камеры? Это вообще какая-то жизнь. Это вообще первый раз такое. Трешнее это время, да? Мы воры. Мы воры. Представляете, это вообще какой-то ужас. Причем они не хотели принципиально смотреть камеры, заставляли бегать по магазинам туда-сюда. Вот тебе и магазин Спортмастер. Дениска, как тебе в качестве вора? Прекрасно? Светлова. Это вообще какой-то ужас просто. Это, ну я первый раз вижу такое, чтобы не было камеры. Они принципиально их не хотят смотреть. И гоняют по магазину туда-сюда. Докажите, что вы их купили не сейчас. Так вы должны доказать, что мы их купили не сейчас. Разве нет? Ну ладно, что ж теперь. Повеселили нас в магазин. Зашли в Коллинз. Дениски джинсы нужно. Так же, как и мне, он мучается с джинсами. Вот. Поэтому сейчас что-нибудь померят, посмотрят. Я сегодня в платье. Что, Денис? Слушай, а я мерил... Это самые маленькие, что ли? А что за бред? Подожди. Я мерил джинсы в Коллинзе. И они мне подошли. Давай снимай. Ты точно на рэпера похож. Громов три. Все, давай, другой. Так, ну эти тоже большие. Надо другую модель тебе знать. А ты на ютуб добавлял. Кого? А, какую-то модель мерил? Тебе сейчас другую принесут, подожди. Они баскидуют. А, ты со скидочкой хочешь? Ну, пять тысяч за джинсы, как-то это. Ну, снимай тогда, давай, другие имели. Или тебе тоже без скидки, да? Дошли, наконец-то, до Леруа Мерлена. Здесь уже столько зимней красоты. Ой, какой аллей. Обалдеть, сколько он стоит? Ничего себе! Смотрите, все расставлено по цветам. Мне вот так нравится. Нежные такие цвета. Но у нас, у нас другие. У нас бело-такая голубая гамма. Вот такая у нас гамма. В прошлом году набрали. В этом году менять не будем ничего. Ой, как красиво! Слышите музыка, да, играет? Да, ну там, конечно, что-то путем. Либо такую интересную елочку. Нифига себе, десять тысяч такая. Ну да, это, конечно, красиво. Да, дай покажу. Остальные есть еще поменьше. Вот такие вот разные фигурки. Но они не двигаются уже, конечно же. Адвент-календарь, смотри. Ты видел? Это адвент-календарь. С фигурками. Да, с фигурками адвент-календарь. То есть ты каждый день достаешь новую фигурку. Ты видел? Да, прикольно. Ну, в общем, на самом деле выбор прям очень большой. А нам надо что-то подкупать? А я не знаю, надо сначала повесить, наверное, все, и потом уже поймем, что надо подкупать, а что нет. Я не помню. Ой, смотрите, какие диско-шары. Гирлянда у нас перегорела. Да, гирлянда у нас действительно перегорела. Вон, смотрите, разные-разные гирлянды. Мне кажется, нужно еще сходить в Ашан. Там тоже должно быть много. Мы в Ашане все купили. Да, мы купили в Ашане. На елку уже купили тогда огромную, дорогую, хорошую. Ладно, пошли за коробками. Едем сейчас домой. Упакуем все в коробки. Коробки куплены. Ну, что-то мы в какую-то пробку, походу, сейчас попадем снова. Вообще целый день будем в разъездах, походу. Ну, ладно. Заехали быстренько домой. В общем-то, сейчас поедем на склад. Хотела показать, в общем, Денису такие носки купили с грибами. Денис хотел однотонные черные, однотонных черных не было. Ты доволен? Все равно, да. Да, но все-таки. Я все равно люблю цветные. Просто на работе у меня открытые обуви как-то. Туротики, ты зелененькие. Поехали, да. И все женщины надо мной прикалываются. Женщины. Отсюда вы. Понятно. Я уже переоделась, и мы летим на склад. У нас весь багажник в коробках. Вот, и я надеюсь, что первый раз всегда так страшненько, но я надеюсь, что все пройдет успешно. Да, Дениска? Чего ты правой рукой не снимаешь? Ты мне вечно зеркало загораживаешь. Не заби, так удобнее. Мне неудобно. Все максимально сложно. Мне дали пропуск вот такой. КПП. Ну, в принципе, я уже думаю, несложно догадаться, в принципе, где мы. У нас 15-е окно, а здесь их 110. Вот туда, 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 и просто одни машины, машины, машины. Огромное количество разных фур. Это капец какой-то. 15-е. Сейчас Дениска подъедет. Мне сказали пойти пешком. Едем домой. На самом деле, теперь от нас вообще больше ничего не зависит. Сколько по времени еще ждать и так далее. Ну, максимум 10 дней рабочих. Но я искренне надеюсь, что будет намного раньше. Да, Дениска? Ты что рассказала, да? Нет, я еще ничего не рассказала. Ну, я так, по чуть-чуть, по чуть-чуть даю информацию. Хотя будет отдельное видео, конечно же, про которое я расскажу вообще от и до. Прям все, весь путь вообще от и до. Мне кажется, вам будет тоже интересно, потому что за последние месяцы я узнала столько всего нового. Если честно, очень много неожиданного, которое я думала, что вообще не так все, а оказывается вот так. Ну, в общем, ладно. Будет отдельное видео. Я сяду, обязательно запишу вам и обо всем, обо всем, от самого начала до самого конца расскажу. А у нас... Ай, я про... Денис себе шапку заказал на Wild Dress. Все же черное. Я не люблю такое, как на тебе шапки это смотрится. Что та, что эта. Ну и что? Ну, тебе решать. Денис, как обычно, балуются. Ты снимаешь? В общем-то, мы забрали еще один заказ. Эта варюшка заказывала себе Лили. Это как Басик, только Лили девочка. Сейчас она распакует, обязательно вам покажет. Не-не-не-не-нет, все то же самое. Фирма та же, просто... А, Лили, типа кота этого? Да. Басик это... Басик это мальчик, а Лили это девочка. А фирма разве не Басик? Басик энд ко. А-а-а. Да, так называется. Господи, сколько там фирма. Вот он, паспорт, все. Ну, в общем, сейчас Варюшка вам покажет. Вот такой паспорт. Ну что, Варюня, давай показывай свою новую игрушечку. Так, вот такое сиреневое платьишко. Ну, не то, что было на Ваугарисе. Красота? Такая пышная платьишка. Ну, это вообще ужасно было, да. Вот это вот очень симпатично прям выглядит, да. Лили, все как надо, в общем. Да я паспорт прочитаю, мам. Так, сейчас. Ты довольна хоть, Варь? Радости есть. Дай, покажи мне. Копоты есть. Аллергия. Аллергия есть у нее. На что у нее аллергия? Я не знаю на что. Сейчас придумай ей аллергию. На пыль. Давай ты будешь пыль вытирать. Вот у нее будет аллергия на пыль. Смотри, она издевала, что в пальто есть. И в стиральной машине есть. И вот он, дружок ее, да? Да. Что, они братья-сестренка будут? Да, теперь. Мам, ее зовут Ариша. Ариша? Да. А его Боря, да? Да. Ариша и Боря. Ты дай, посмотри. Нормально. Красиво. А ты как себя чувствуешь, ребенок мой? А одежду можно стирать? Можно. Да. Скажи, пожалуйста. Вот этим, да. Да, ничего страшного. Ты мне расскажи, как ты себя чувствуешь. Ой, тут на пуговице. Тут на пуговице. На пуговице? Да. Хорошо себя чувствуешь? Да? Ну, раз ты с коробкой дерешься, точно хорошо. Темка у нас решил покататься на стуле. Упал, сломал стул. Идея закрыта. А больше стул не купить такой же. Что делать? Какие идеи? Что с этим теперь делать?